Добрый вечер! Вы смотрите телеканал Откорей в студии Яна Ромашкина. Сегодня в эфире телеканала специальный выпуск, посвященный Дню Великой Победы. Смертный бой, с фашистской силой темною, с проклятною ордой, будь я вас благородная. 22 июня 1941 год, 4 часа утра. Немецко-фашистские войска пересекают границу. 190 дивизий, более 5 миллионов человек вероломно вторгаются и нарушают мирную жизнь Советского Союза. Первые удары еще на рассвете нанесла немецкая авиация. Сотни бомбардировщиков подвергли ударам аэродромы, железнодорожные узлы, линии связи и другие важные государственные объекты. Войска вермахта одновременно открыли ураганный артиллерийский огонь по пограничным заставам СССР. Укрепленным районам, соединениям и частям Красной Армии началась Великая Отечественная война. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. 1418 дней и ночей кровопролитных боев. Сражения не на жизнь, а на смерть. Первыми на фронт уходят вчерашние школьники. Еще безусые мальчишки берут в руки оружие и уходят на верную гибель. Уже к концу сентября немецкие войска подошли к столице. Начались самые волнительные сражения. В течение нескольких месяцев советские люди ложились под пули грудью, защищая сердце государства. Проявляя невероятное мужество и отвагу как на фронте, так и в тылу, удалось переломить ход войны. План немецких главнокомандующих по молниеносному захвату Советского Союза был провален. Славность благородная, вспоминают, как волна идет. Война народная, священная война. В годы войны Лыткаринский завод зеркальных отражателей, ныне ЛЗОС, начинает производство прожекторов противоавиационных заграждений. Ими светили немецкие КАССов для защиты воздушных подступов к Москве. Яркие лучи света буквально нащупывали в темном небе вражеские самолеты и вели их до полного уничтожения зенитными орудиями. В тяжелые военные годы на заводе был налажен выпуск бронестекол для самолетов Як-1, Ил-2, призм для смотровых приборов бронетанковой техники. В решающей битве за Берлин Жуков принимает невиданный еще до той поры военный прием. За несколько часов до рассвета 140 прожекторов, изготовленных на Лыткаринском заводе, ослепляют своим светом противника. Все силы Красной Армии начинают штурм Берлина. Чтобы окончательно ошеломить и морально подавить противника, есть предложение обрушить удар фронта ночью, за два часа до рассвета, при свете 140 зенитных прожекторов. Бои идут и утром, и ночью, прорываясь к центру Берлина, отвоевывая каждый дом, отбивая гитлеровцев из развалин. И вот они, кадры, самые долгожданные и важные. Знамя Победы гордо развивается над разрушенным Рейхстагом. Спустя десятилетия, 9 мая, День Победы, один из главных государственных праздников. Идут года, сменяются поколения, но память о героическом подвиге и о победе, ценой в десятки миллионов человеческих жизней наших соотечественников, ничуть не померкла. В преддверии 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в городе Латкарно прошли памятные мероприятия, митинги и тематические концерты. Привычное голубое небо, свежий воздух и солнечный день. А когда-то люди об этом лишь мечтали. Ученики гимназии номер один под руководством педагогов провели торжественный митинг в честь 74-й годовщины со Дня Победы. С 1 по 11 класс ребята исполняли военные стихотворения и песни, тем самым почти в память участников Великой Отечественной войны и тех немногих ветеранов, которые сейчас рядом с нами. Победа – это не только радость, но и скорбь. Было подсчитано, что из каждых ста воевавших в живых осталось только трое. Каждый день задумайтесь. День поминовения 1418 дней. На сотнях памятников и обелисков не увидишь имен, лишь количество захороненных. Они пали за свободу и независимость нашей Родины. После традиционной минуты молчания все присутствующие возложили цветы к памятнику неизвестного солдата и отпустили в небо шарики в знак уважения к тем, кто не дошел до победного дня. Я считаю, что это очень важная традиция нашей школы. Каждый год перед 9 мая мы проводим митинги, тем самым учтим ветеранов погибших и в принципе подрастающему поколению объясняем, что такое война, рассказываем об этом. Я думаю, это очень важно. В завершении митинга классы выстрелились в колонну и подпевая военные песни, прошлись строевым маршем, оттачивая каждый шаг в символ гордости и признания наших героев. И от улыбок, где ищи вся улица светла. Присоединились к торжественному митингу. Яна Ромашкина, Алексей Устинов, телеканал «Эткари». Листок, ручка и собственные знания. За 45 минут участникам акции предстояло ответить на 20 вопросов. «Диктант» предлагал вспомнить не только основные периоды войны, но и след, оставленный войной в литературе и художественном искусстве. Это настоящая история. Кто изучал даже общеобразовательные курсы, там все можно, все знать. Вы как думаете, как вы написали? Я думаю, что хорошо. История войны и ее значение в жизни мира более чем велика. «Диктант Победы» писали в 23 странах. Площадка для латкаринцев стала гимназией номер 4. Диктант положил начало новой традиции. «Диктант Победы» – это продолжение тех же самых пожеланий нашего народа не забывать, постоянно помнить о подвиге, которые совершили их теперь отцы, деды и прадеды. Поэтому вот эти традиции, они будут только развиваться. Если, не дай бог, эти традиции будут потеряны, будет потеряна и самостоятельность нашей страны и нашего народа. Свои знания в истории Великой Отечественной войны проверили свыше 100 латкаринцев. Из них школьники, студенты, пенсионеры, общественники и представители администрации города. Нам, современному поколению в России, крайне важно сохранить именно эту память, сохранить ту историю, сохранить подвиг нашего народа, чтобы мы дальше могли его передавать, чтобы это также не было забыто и переписано, как это делается за границей. Результаты теста будут опубликованы 12 июня, в День России. Победители получат приглашение на юбилейный парад 9 мая 2020 года. Яна Ромашкина, Илья Назулин, телеканал «Откари». Сам праздник 9 мая тысячи жителей горта устремились в центральную часть муниципалитета, чтобы красочно и дружно встретить День Победы. Наши корреспонденты следили за ходом праздников в течение всего дня. Специальный репортаж о Великом Дне в эфире телеканала. Латкарин 9 мая отметил один из самых главных праздников – День Великой Победы. Ровно 74 года назад для нашей страны закончилась самая кровопролитная война в ее истории, как и в истории человечества. С самого утра 9 мая город готовился к празднованию Великого Дня. В это время прошли спортивные мероприятия. На стадионе пятой школы состоялся футбольный турнир среди юношеских команд. На баскетбольной площадке гимназии номер 7 прошли соревнования по стритболу среди воспитанников «Кристалла». В центре города среди школьников 10-11 классов прошла спортивная легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы. Празднование Дня Победы для других школьников традиционно началось с возложения цветов к памятным мемориалам героев войны. Ребята вместе с учителями и администрацией муниципалитета почтили память Степана Базяева, кавалера Ордена Славы Трех Степеней. Федора Сафонова, геройски погибшего во время войны, и Валерия Качкарева, воевавшего в Афганистане и посмертно награжденным Орденом Красной Звезды. Также делегация возложила цветы к памятникам неизвестного солдата и звезде израненной. В это время центр города готовился к открытию праздника и торжественному параду. Ежегодные традиционные события латкаринцы не пропускают, ведь для всех, без исключения День Победы, важный праздник. Я была действительно на фронте. Белоруссия, Украина, Польша, все прошло. И в Берлине потом уже познакомилась с моим папой, в будущем и там, и они и поженились. Спасибо всем нашим прадедам за то, что выиграли эту войну. Мы теперь свободны. А победа досталась такой ценой, что действительно, это праздник со слезами на глазах. Об этом нужно помнить. О всех людях, которые погибли, до тех пор, пока мы их помним, они остаются живы. Чтобы вспомнить участников войны и своих родных и близких, освободивших Европу и весь мир от фашизма, 7 тысяч латкаринцев приняли участие в акции «Бессмертный полк». Я знал своего отца, да, он был небольшого росточка, поменьше меня ростом, ну и сухенький такой. Он такой был, наверное, и молодой, некрупный же, он же не настолько стал меньше. Но то, что там написано, за что давали эти награды, ну это, что называется, вот не один десяток врагов было уничтожено с его помощью и лично им. Здесь у нас папа нашей бабушки. Здесь папа нашего дедушки. Да, папа дедушки у нас был врачом военным. Прошел всю войну, от Бреса до Берлина. Да, и это наши герои, которые мы трепетно храним, посмотрите, сколько у них медалей. Мы гордимся нашими родственниками. Это мой прадедушка. Он руководил цехом по производству, именно выпуску патронов. То есть был завод какой-то ткацкий, переквалифицирован. И там, где он руководил этим заводом, цехом, была выпущена книга «История одного завода». Он является главным героем этой книги. Внимание! Вознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Парад Победы! На площади мы приветствуем участников шествия «Бессмертный полк». В едином строю жители города, учащиеся школы, несут солдатские портреты своих отцов и дедов. В первых рядах идут педагоги и учащиеся гимназии номер один. Патриотическое воспитание подрастающего поколения – основа работы в гимназии. Поздравляем с праздником Победы! Ура! На площадь вступают учащиеся школы номер два – учебное заведение, бережно хранящее свои традиции. Поздравляем вас с праздником Победы! Ура! Приветствуем учащихся школы номер три – музей боевой славы школы. Победитель регионального смотра конкурса на лучший школьный музей боевой славы по Центральному федеральному округу. Поздравляю вас с праздником Победы! Ура! В колодне следует учащийся гимназии номер четыре. Уже несколько лет подряд гимназия входит в число лучших образовательных учреждений Подмосковья. Гимназисты несут почетный караул у памятников воинам-освободителям. Поздравляем вас с праздником Победы! Ура! На площади мы приветствуем школу номер пять. На базе школы действует детский военно-патриотический клуб «Боец» имени Валерия Кочкарева. Члены клуба – постоянные участники всероссийских областных соревнований по военно-прикладным видам спорта. Поздравляем вас с праздником Победы! Ура! На площадь вступает учащийся школа номер шесть, которая является культурно-образовательным центром микрорайона. На площади приветствуем учащихся гимназии номер семь. Гимназия дважды победитель приоритетного национального проекта образования. Является региональной инновационной площадкой по гражданско-патриотическому воспитанию и оценке качества образования. Поздравляем вас с праздником Победы! Ура! Приветствуем колонну студентов и преподавателей филиала университета Дубна – Латкаринского промышленно-гуманитарного колледжа. Жизнь и судьба многих жителей города Латкарина связана с колледжем. Сегодня колледж готовит специалистов по 15 специальностям. Поздравляем вас с праздником Победы! Ура! На площадь вступают спортсмены города Латкарина. Воспитанники спортивных школ показывают высокие спортивные результаты на соревнованиях различного уровня. Среди них есть чемпионы России, Европы и мира. Поздравляем вас с праздником Победы! Ура! День Победы – символ народного единения и славных ратных традиций. Бессмертный полк – это гражданская инициатива по сохранению памяти о доблести и героизме народа, о каждом, кто не жалея жизни, боролся за освобождение Родины. В рядах бессмертного полка следуют дети войны, узники концлагерей. Нам трудно представить себе все тяготы и страдания, выпавшие на их долю. Идут и рядовые, и комбаты, бессмертный полк Победы и весны. Ведь ты не заживающая рана, приколотая к вечному огню. 9 мая – это день национального триумфа и народной гордости. Слава ветеранам Великой Отечественной войны! Слава народу победителям! С праздником! С Днем Победы! Ура! Следом за патриотическим движением вынесли флаг Российской Федерации и Знамя Победы военнослужащие Преображенского полка. В праздничном параде приняли участие и отряды военно-патриотических движений Юнармии и Юнавиа. Продолжили парад образцы уникальной военной техники, а также мотогруппы, пожарные машины, верхом на лошадях, команда Центра подготовки КСК «Созидатель». Всего в праздновании Дня Победы Владкарина приняли участие 15 тысяч человек. Плечом к плечу идут российские войска, и пусть военная дорога нелегка, мы будем верою и правдою служить России. Бесстрашием атак, спасли русские планы, в краю следуют отряды юнормейцев, общеобразовательных учреждений города. Они наша опора, наши защитники, наше будущее. Сохраним и приумножим воинскую славу России. С праздником Победы! Ура! На площади молодежная отдельная авиационная эскадрилья «Юнавиа». Ребята знакомятся с гражданской военной авиацией, проходят летную подготовку по пилотированию сверхлегкого воздушного судна. Приветствуем военно-патриотический клуб «Боец». Воспитанники клуба, участники и призеры региональных военно-патриотических соревнований. Ворошиловский стрелок, гонка героев. Поздравляем вас с праздником Победы! Ура! Колонне следует. Мотоцикл «Урал». Мотоциклы использовались во всех родах аквапутных войск, в разведподразделениях танковых и в механизированных соединениях. Военная машина «Вепрь» на колесной базе «ГАЗ-66». Машина спецназа. Это полноприводный многоцелевой грузопассажирский автомобиль высокой проходимости. Станковый пулемет «Максим». В годы Великой Отечественной войны одни из наиболее мощных видов стрелкового автоматического оружия. Высокая эффективность стрельбы, надежность в эксплуатации обеспечили им почетное место в системе вооружения Красной Армии. «ГАЗ-66». Автомобиль представляет собой грузовой автомобиль повышенной проходимости, предназначенный для движения в сложных дорожных условиях и по бездорожью. «ЗИЛ-131». Легендарный армейский грузовик. Долгое время был одним из самых распространенных грузовиков советской армии. Его отвечала легкость управления, хорошая маневренность, устойчивость движения. Легкий бронеавтомобиль БА-64. Бронеавтомобиль был принят на вооружение в мае 1942 года и предназначался для решения задач командирской разведки к управлению боем и связью. Бронированная разведывательно-дозорная машина использовалась советскими сухопутными, воздушно-десантными войсками и морской пехотой. Установка залпового огня «ГРАК». Советская реактивная система залпового огня. Мы приветствуем мотоклуб «Поэджи». Мотоклуб регулярно представляет родной Лэдкарина на фестивалях байк-клубов. Поздравляем вас с праздником победы! Ура! На площади противенцов участников клуба АТВ Лэдкаринах Лап. Клуб создан с целью развития и продвижения экстремальных видов спорта и здорового образа жизни. Поздравляем вас с праздником победы! Ура! На марше аварийно-спасательная и пожарная техника МЧС России. Колония следует. У вас «Патриот» для доставки личного состава к месту чрезвычайной ситуации, а также аварийно-спасательного оборудования для организации штаба на месте чрезвычайной ситуации. Пожарная автоцистерна основного назначения на базе «Урал». Применяется для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. Боевой расчет 6 человек. Вывозимые огнетушащие вещества 3 тонны воды и 180 литров пенообразователя. Пожарная автоцистерна основного назначения на базе «КамАЗ». Вывозимые огнетушащие вещества 3 тонны воды и 200 литров пенообразователя. Пожарная автолестница специального назначения на базе «ИВЕКО». Применяется для эвакуации людей и тушения пожаров в зданиях повышенной этажности. Длина стрелы 52 метра, 16 этажей. На площади команда центра джигитовки «КСК Созидатель». В первых сражениях Великой Отечественной войны казаки доказали свое превосходство над гитлеровскими войсками в тактической подвижности. Слава о подвигах казаков гремела по всему фронту. Конники России бережно хранят память о своих славных предшественниках, героях-кавалеристах. И с неизменным успехом демонстрируют свое мастерство на спортивных аренах. Центр джигитовки работает на базе «КСК Созидатель», где ежегодно проводятся чемпионаты России и чемпионаты мира по джигитовке. За эти годы спортсмены центра джигитовки 11 раз становились чемпионами России и трижды побеждали на чемпионатах мира по джигитовке. Спортсмены центра неоднократно участвовали в крупных международных конных фестивалях, выставках, турнирах не только в России, но и неоднократно выступали в Германии, Англии, Франции, Испании. Всегда вызывая бурную одобрительную реакцию восхищенных зрителей. После шествия колонны Бессмертного полка и парада военнослужащих Преображенского полка, юнормейцев и военной техники, праздничная программа продолжилась на главной сцене города. Творческие коллективы Латкарина подготовили для горожан танцевальные и вокальные номера. Это день победы, пороха в травах. Это праздник с зеленою на висках. Эх, а радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Для участия в праздничном мероприятии приглашены военнослужащие Преображенского полка. Преображенский полк – уникальная воинская часть, решающая специфические боевые задачи по обеспечению охраны объектов Московского Кремля. Редактор субтитров А.Семкин Официальное начало мероприятия, посвященного 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, ознаменовал гимн Российской Федерации. Глава городского округа Лыткарина Евгений Серегин со сцены поздравил присутствующих с Великим историческим праздником Великой Победы и сердечно поблагодарил всех причастных к этому событию. Дорогие ветераны, уважаемые лыткаринцы, уважаемые гости, поздравляю вас с Днем Победы, с праздником, самым дорогим и священным для каждой семьи, с праздником общенациональной гордости и вечной памяти. Мы горды тем, что славой военной летописи страны есть доли и подвигов наших земляков. Лыткаринцы защищали Москву, участвовали в сражении на Курской дуге, салютовали победе в Берлине, лыткаринцы ковали победу в тылу. Ежегодно в День Великой Победы мы с благодарностью ко всем, кто проявил личное мужество, приходим к городским мемориальным доскам имени Сафонова, Базяева, мемориалом «Звезда израненная» и «Солдат», на которых высечены имена всех лыткаринцев, погибших в бою, в плену, умерших от ран и пропавших без вести. 9 мая объединяет все поколения историей мужества. У каждой семьи свои герои, они живут в наших сердцах, они вместе с нами в рядах бессмертного полка. Мы склоняем голову перед светлой памятью всех, кто не вернулся с войны. Уважаемые ветераны, нам выпала великая честь быть вашими наследниками. Это высокая ответственность, и никогда вас мы не подведем. Гордость за ваш подвиг делает нас сильнее, и сейчас на площади поколений победителей они прошли торжественным маршем. Мы будем следовать вашим заветам, продолжать ваши традиции, будем напряженно работать, достигать успехов ради процветания родного города. Уважаемые лыткаринцы, желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, благополучия. Пусть в ваших домах будет взаимопонимание и согласие. Домашнее тепло, уверенность в завтрашнем дне. С днем Великой Победы! Ура! Также с праздником лыткаринцев поздравили министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган, депутат Московской областной думы Владимир Жук, председатель Совета ветеранов Владимир Иванов, председатель Совета депутатов городского округа Лыткарина Василий Дерябин и настоятель Преображенского храма города Люберца Вячеслав Новак. В знак памяти жертв войны представители администрации, руководители городских предприятий и члены общественных организаций возложили цветы к мемориалу «Слава защитникам Отечества». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова В торжественной обстановке возле центрального памятника города за активное участие в мероприятии, посвященном победе в Великой Отечественной войне, были награждены члены Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Участникам движения вручили благодарственные письма от главы городского округа Латкарина. Также проявившие себя учащиеся образовательных учреждений города дали торжественную клятву на верность Отечеству и юнармейскому братству. Новоиспеченным участникам движения «Юнармия» вручили удостоверения и памятные знаки. Чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины, быть патриотом и достойным гражданином России, с честью и гордостью нести высокое звание юнармейца. Клянусь! 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 По завершении официальной части мероприятия праздничная программа для жителей города продолжилась на летней эстраде Дворца культуры «Мир». Для пришедших на праздненство выступал оперный певец, лауреат множества вокальных конкурсов Юрий Барков. Также на территории парка для всех желающих была организована работа полевой кухни. Начавшийся весенний дождь не помешал праздничным гуляниям. И на главной сцене города концертную программу продолжили выступления творческих коллективов Латкарина. Калейдоскоп танцевальных и вокальных номеров продолжался до позднего вечера. И кульминацией торжества по традиции стал праздничный салют. 74 залпа, как символ памяти, символ гордости и радости Великой Победы. Добрый вечер, дорогие латкаринцы! Я хочу вас поприветствовать, поздравить с Днем Победы вместе с Василием Васильевичем Дерябином и сказать, что мы сегодня с течностью и с достоинством с вниманием посмотрели парад Победы, выступление президента Российской Федерации. И мы гордимся, что мы живем в России. По нашей Красной площади ДК «Мир» сегодня прошли бессмертным полком наши жители Латкарина, наши дети, учащиеся школ, спортсмены, ветераны, дети войны. И можно себе представить, что каждый год люди сами с желанием выходят с портретами своих близких, дедов, прадедов, те, которые воевали в Великую Отечественную войну. И более 7 тысяч сегодня прошли с портретами. Я хочу от души поделиться с Вами тем, что мы вчера возлагали цветы у памятника солдату. Наши дети, подростки, в 10-14 лет возлагают цветы. У них на глазах были слезы. Им никто не придумал эти слезы. Они были от души. Это связь поколений наших дедов, прадедов, отцов, матерей. Те, кто делали победу 74 года назад. Ну и, конечно же, я хочу сказать, что мы живем в Великой России, в Великой стране. У нас в городе есть уникальные предприятия, на которых мы с Вами работаем. Вы работаете. Это ЛЗОС, САМ, Союз, Сатурн, НИИП, ЛМЗ. Эти предприятия делают оборонную мощь нашего государства. И мы гордимся тем, что мы можем маленькую частичку вклада сделать в мощь и обороноспособность нашей страны. И я хочу от души сказать, что у нас очень много программ в этом году, на будущий год. Колоссальные просто программы с поддержкой правительства Московской области. Губернатор Андреевич Воробьев. Кто-то сказал, что Серегин куда-то уходит. Я Вам откровенно говорю, с этой трибуны я никуда не ухожу. Собираюсь работать с Вами и делать большие-большие дела, чтобы наш город процветал, дорогие лыдкаринцы. Я от души хочу Вас поблагодарить за постоянную поддержку, внимание, за активную жизненную позицию, потому что я хожу по городу и вижу, как люди относятся к нашим переменам. Делаются объекты, благоустройство, это все будет продолжаться. Хочу Вам буквально два слова сказать, что мы вошли в федеральную программу и получили из федерального бюджета 4 миллиарда денег на строительство новых очистных сооружений. И в этом году мы их начинаем строить. В конце будущего года мы должны завершить, сделать новые очистные сооружения, спортивную улицу привести в порядок, дворы, благоустройство и так далее. Я не буду отрывать время сегодня, но это делаем мы для жителей, наших жителей города Лыдкарина, ветеранов, для наших детей. И я от души хочу вот сегодня сказать, вот все, что от меня зависит, от Дерябина Василия Васильевича, мы сделаем все, чтобы наш город был лучшим городом Подмосковья и страны. С праздником, дорогие лыдкаринцы! С Днем Победы! Здоровья! Удачи! Мирного неба над головой! Ура! Объявляю праздничный салют! ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ День Победы! День Победы! Максим Белозеров, Яна Ромашкина, Максим Морозов, Алексей Устинов, Илья Назолин, Новости Лыдкарина. 30 апреля в концертном зале Дакамир прошел праздничный концерт, посвященный годовщине победы в Великой Отечественной войне. На торжественном мероприятии побывала и наша съемочная группа. Напоминанием о самом страшном времени в истории нашей страны и свидетельством настоящего подвига советского народа является День Победы. В преддверии этого праздника во Дворце культуры Мир прошел торжественный концерт, собравший в зале ветеранов и неравнодушных жителей города Лыдкарина. Концерт начался с показа тематического фильма об истории Великой Отечественной войны и о роли города Лыдкарина в достижении той самой Великой Победы. С наступающим праздником ветеранов, тружеников тыла и гостей концерта поздравили глава городского округа Лыдкарина Евгений Серегин, председатель Совета депутатов города Василий Дерябин и председатель Совета ветеранов Владимир Иванов. Дорогие ветераны, дорогие лыдкаринцы, я от души хочу вас поблагодарить за тот вклад, за ваше постоянное внимание, за вашу постоянную поддержку. Поэтому я от души вас хочу поблагодарить за это, сказать добрые слова и, конечно же, поздравить вас с наступающим Днем Победы, пожелав здоровья, удачи, терпения, всяческих благ, ну и, конечно же, нервного неба над головой. С праздником, с Днем Победы, дорогие ветераны! Концертную часть мероприятия открыл Центральный пограничный ансамбль ФСБ России. Программа этого вечера стала настоящим праздником. Зрителям было предложено насладиться творчеством хоровой группы, танцевальных и балетных коллективов. Музыкальное оформление концерта обеспечили музыканты эстрадно-симфонического оркестра. Также никого не оставило равнодушным выступление солистки молодежного театра Дома культуры Центр молодежи Анны Казаковой, которая продекламировала стихотворение варварства советского поэта Муссы Джалиля. И тучи опустились над землей, друг друга с бешенством гоня. Нет, этого я не забуду дня, я не забуду никогда, вовеки. Я видел, плакали, как дети реки, и в ярости рыдала мать-земля. Своими видел я глазами, как солнце скорбное, омытое слезами, сквозь тучу вышло на поля, в последний раз детей поцеловало. В последний раз шумел осенний лес. Солисты ансамбля под аккомпанемент оркестра исполнили песни военных лет и романсы начала 20 века. В этот день зрителей покорили не только незабываемое исполнение любимых песен, но и искрометное выступление балетной группы. Русские народные пляски, казачья удаль, морская тематика – далеко не все образы, в которых блистали на сцене танцоры. Трюки и головокружительные пируэты в исполнении артистов ансамбля произвели на зрителей незабываемое впечатление. Очень понравилось. Отличный концерт. Ой, какой хороший праздник нам устроили. Ансамбль вообще бесподобный. Замечательный, изумительный, но зато у всех настроение такое выходит. Чувствуют, чувствуют, что действительно праздник настоящий. Прям спасибо и вам, и спасибо всем этим руководителям. Как они готовились, здорово. И главное, без ошибок прям выступают. Так что понравилось всем. Отмечать один из главных праздников страны торжественным мероприятием на главной сцене города для латкаринцев уже стало настоящей традицией. Я хочу сказать, что всегда в преддверии 9 мая мы проводим большое мероприятие. И устраиваем, так сказать, поздравления и праздничный концерт. Если вы заметили, что город Латкарин – это город особых традиций, город ранимый, город интеллектуалов, город тех людей, которые делали нашу победу в те великие годы Великой Отечественной войны. Поэтому, дорогие ветераны, от души вас благодарю за ваш, я не знаю, патриотизм, за вашу победу, за ваше постоянное участие в жизни города, за вашу поддержку и от души. Хочу пожелать только здоровья, счастья и, конечно же, мирного неба на голову. Это радость со слезами на глазах. День победы! День победы! День победы! Максим Белозеров, Алексей Устинов. Новости Латкарина. 98% пожаров возникает по вине человека. Причина пожаров в дачных и жилых поселках – пал травы, листьев, порубочных остатков, костры в лесной зоне. В сухую погоду при хорошем ветре огонь в считанные минуты охватывает деревянное строение. Достаточно искры от костра, непотушенной спички или окурка, чтобы уничтожить целую экосистему или населенный пункт. Будьте осторожны, чтобы не было пожара. В Подмосковье реализуется проект по формированию комфортной среды. Но часто рядом со своим домом можно увидеть строительный мусор. Жить рядом с отходами, особенно с крупногабаритными, не только некомфортно, но и небезопасно. Крупногабаритный мусор – это не только мебель и отслужившая срок бытовая техника, но и строительные отходы, сбор и вывоз которых по своим размерам и характеру производится в бункерах-накопителях. Даже обычный деревянный стул или телевизор должны быть выброшены в специальный бункер увеличенного объема и грузоподъемности. Такие отходы должны собираться на специально отведенных площадках или в бункерах-накопителях и вывозиться мусоровозами. Сбор и вывоз крупногабаритных отходов входит в общую стоимость услуг по вывозу мусора. Однако строительный мусор должен вывозиться собственником квартиры самостоятельно. Планируя ремонт в квартире, вы обязаны заключить отдельный договор на сбор и вывоз строительного мусора со своей управляющей компанией. Если ремонт делает строительная фирма, то этот пункт должен быть в договоре на ремонт. Несоблюдение этих требований влечет наложение существенного административного штрафа. Если вы планируете выбросить крупногабаритный мусор самостоятельно, то узнать место хранения можно на сайте администрации вашего города. Сделаем сами свой двор чистым, а жизнь комфортной. По статистике в России в год погибает порядка тысячи детей, которые выпадают из окон. Частой причиной трагедии становится москитная сетка, которая создает иллюзию надежной защиты. Родители, будьте внимательнее, берегите детские жизни. В шестом микрорайоне идет активное строительство новых жилых комплексов. О том, какие перемены произойдут в Петровском и какие перспективы развития имеет микрорайон, расскажем прямо сейчас. Ветхие двухэтажки в Петровском, построенные еще в начале прошлого века, будут снесены. Такое обещание жителям шестого микрорайона было дано муниципальной администрации, как только главой города стал Евгений Серегин. После разработки, согласования всех проектов и экспертиз, дело сдвинулось с мертвой точки. В 2014 году в администрации городского округа Латкарина был проведен открытый аукцион на право развития застроенной территории части микрорайона номер 6. Победительной вышла компания ТКС Релоти. Она выполнила проект планировки территории шестого микрорайона развития. Согласно проекту планировки, жизнь в шестом микрорайоне начнется новая. Здесь будет построен современный жилой комплекс, а между церквями появится благоустроенная парковая территория. Там планируется строительство 10-17 этажных домов. Общая жилая площадь это 94 тысячи квадратных метров. В рамках развития строенной территории будет снесено 8 ветких домов и переселено 204 человека. Вместе с новостройками, по словам представителей администрации, здесь произойдут и значительные перемены в социальной и коммунальной сферах. В шести домах будет организован подземный паркинг. Планируется в этом году в конце четвертого квартала сдача одного дома, который будет находиться рядом с шестой школой. Сейчас там на стадии второго этажа ведутся работы. Два дома, которые ближе к колхозной улице, будут сдаваться ориентировочно в феврале 2020 года. В одном из них планируется пристроенный детский садик на 80 мест, плюс напрягающая территория благоустройства. В дальнейшем здесь построят еще один детский сад на 80 мест. Один будет передан в муниципальную собственность, второй останется частным. Также произойдет реконструкция здания школы номер 6 с пристройкой для обучения на 270 детей. Приведут в порядок и саму территорию образовательного учреждения. Построят спортивные площадки. Появится в микрорайоне и физкультурно-оздоровительный комплекс. Будет создан кабинет врача общей практики. В рамках развития строительной территории будет снесено 8 ветких домов и переселено 204 человека в новые дома. По предварительным данным в обновленном микрорайоне увеличится количество жильцов на 3000 человек. А это значит, что здесь появятся сетевые магазины, аптеки, продолжится развитие общественного транспорта. Немаловажный момент – реконструкция объектов инженерной инфраструктуры – ВЗУ, КНС и Котельный. В связи с наступлением летнего периода в образовательных и спортивных учреждениях города Латкарина будут проводиться плановые ремонтные работы. На территории нашего города имеются два крупных спортивных комплекса. Это дворец спорта арена Латкарина и ледовый спортивный комплекс Латкарина, в которых также будут проходить профилактические работы в период летних каникул. Подробнее о предстоящих мероприятиях нашему телеканалу рассказал заместитель главы администрации городского округа Латкарина Антон Уткин. У нас имеется два крупных спортивных комплекса. Это арена Латкарина и это ледовый дворец, где также будут проводиться профилактические ремонтные работы. При этом нужно иметь в виду, что теплосеть нашего города становится на проведение профилактических ремонтных работ и подготовки к зимнему сезону. И в связи с этим горячей воды подаваться на бассейн не будет в этот период, я имею в виду летний период. Поэтому где-то с 17 мая по 26 августа работа бассейна будет прекращена, вода будет из него слита и будут проводиться профилактические и технические работы на оборудовании бассейна. Это система водоподготовки, это насосный парк и так далее, системы контроля, автоматическая система управления, подача воды в бассейн. Все эти системы и оборудование будут проходить техническое обслуживание. Это удобно делать в летний период. Почему? Потому что, во-первых, дети разъезжаются на каникулы, появляется возможность искупаться и поплавать в водоемах, в частности, в Алкуше. Поэтому в этот период это наиболее безболезненно, можно провести как раз все эти технические работы и обслуживание. Что касается Ледового дворца, то там будет убираться лед, лед будет растоплен. И в связи с этим работа Ледового дворца прекратится с 1 июня по 1 июля. Для чего вообще это делается? Ну, во-первых, лед будет растоплен и системы встанут на профилактическое обслуживание. Будет проведена замена масла, замена фильтров, будет произведена замена теплоносителя в системах охлаждения. Будет проверена основа, плита, на которую, собственно говоря, наносится лед. И все эти работы также будут проводиться в течение июня. После этого будет произведена заливка нового свежего льда. И с 1 июля работа Ледового дворца восстановится по своему графику и расписанию. В городской администрации 29 апреля состоялась торжественная церемония награждения. Были отмечены дипломами латкаринские школьники за победу в областном творческо-интеллектуальном конкурсе «Нам не безразлично будущее России». В номинации «Рисуем выборы» и «Выбираем сердцем и стихом». За активную работу по проведению акции в образовательном учреждении и за высокие организационные навыки, проведенные в рамках акции «Вода и здоровье», благодарностью регионального координатора партийного проекта «Экология России» была награждена куратор акции «Вода и здоровье» в рамках движения «Сделанном месте» Баталова Олеся. За активное участие в акции «Вода и здоровье» дипломами регионального координатора партийного проекта «Экология России» были награждены участники данной акции. А также благодарностью председателя избирательной комиссии Московской области за оказание содействия в подготовке и проведении 4-й областной олимпиады по избирательному законодательству награждены Антон Уткин и Савельева Ольга. КРИСТАЛЛ В финале спортсмены снова будут сражаться до двух побед. Для латкаринской команды встреча с баскетболистами из города Мытищини стала неожиданным сюрпризом. Кристалл встречает Олимпик в финале данного чемпионата уже несколько сезонов подряд, но на этот раз латкаринцы вынесли правильные уроки из прошлых поражений. В начале игры преимущество оказалось на стороне Олимпика, но латкаринские спортсмены успели вырвать лидерство из рук соперников уже к концу первого периода. Команда «Кристалл» в упорной борьбе смогла сохранить ведущую позицию по очкам вплоть до финала игры. Матч завершился со счетом 104-71 в пользу команды города Латкарина. Пусть счет никого не ставит в такое недоразумение, все-таки выиграли крупно в итоге, но по факту из года в год показывают, что разгром это еще не считается в серии, что ты победил или ты сильнее или еще что-то. Еще игра как минимум на выезде, мытищи очень сильны как индивидуально, так и командно на игре, поэтому и настрой остается на вторую игру таким же боевым, и поэтому все, кто могут приехать поддержать нас, мытищи, все рады видеть. Мытищи мы будем играть только на победу, в прошлом году мы два раза по очку на последней секунде проиграли, поэтому недооценка соперника вообще тут даже никакой, даже в мысли нету такого, поэтому будем стараться выигрывать, будет очень тяжелая игра, даже, я даже не знаю, это будет самая сложная игра за последние несколько лет. Потому что мы каждый год, уже какой пятый год подряд встречаемся в финале с мытищами, каждый раз им проигрываем, пора, по-моему, показать, что мы наконец-то сильнее. Теперь спортсменам предстоит сыграть второй матч серии, но уже на площадке соперников в городе мытищи. Игра состоится 9 мая. Противостояние этого сезона должно завершиться в течение двух матчей. Если же каждая из команд одержит по одной победе, третья финальная схватка, которая состоится 12 мая, выявит бесспорного чемпиона. Максим Белозеров, Алексей Устинов, новости Латкарина. Доброе дело начинается с одного клика. У вас во дворе свалка мусора, не горят фонари, на дорогах ямы? Добродел поможет все исправить. Ведь теперь мы в Подмосковье решаем проблемы вместе. Зайдите на сайт Добродел или скачайте бесплатное мобильное приложение. Напишите ваши жалобы или пожелания. Мы найдем решение. Добродел. Решаем проблемы вместе. Добродел. Решаем проблемы вместе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok У наркотиков всегда есть время для ваших детей, а у вас? Лес – наше общее достояние и бесценное зеленое богатство России. 90% лесных пожаров возникают по неосторожности или беспечности человека. Пожары наносят непоправимый ущерб лесу. Будьте осторожны в лесу с огнем. Огонь в лесу – не просто опасность, а предвестник трагедии. Лес – это уникальное наследие, сохранить которое – наша задача. Методика гастроскопии во сне применяется в России относительно недавно. Поначалу доступна она была только клиникам элитным. Теперь же подобная услуга есть и в нашей больнице. Принцип такого эндоскопического исследования прост. Перед началом процедуры пациенту внутривенно вводят специальные препараты, и человек засыпает. Мы, собственно, осуществляем манипуляцию. Во время сна пациент ничего не беспокоит. Он находится во сне. Мы сделаем свои манипуляции какие-то. Маленькие даже операции делаем. И полипы различные удаляем. Останавливаем какие-то кровотечения, если это экстренные, какие-то манипуляции, язвы. Как и в желудке, так и в толстом кишечнике. В принципе, практически все виды манипуляции по эндоскопии мы здесь осуществляем. Исследования проходят по стандартной схеме. Важное отличие лишь в том, что во время процедуры в кабинете присутствует анестезиолог. Медикаментозный сон глубокий, поэтому никакого дискомфорта или неприятных ощущений человек не испытывает. Препарат, да, абсолютно безопасный. Минимальные побочные эффекты, какие-то аллергические реакции. Пациент просто вводится внутривенно препарат, пациент засыпает, обычный сон, в общем, ничего такого просыпается. И все, а исследование уже все сделано, все закончено. Если какой-то полип, полип удален, взят там на гистологическое исследование. Дальше пациент уже занимается лечением, консультацией каких-то смежных специалистов. Медикаментозный сон – это не наркоз, он переносится значительно легче, после него не бывает вялости и заторможенности. Уже через 5 минут человек начинает ходить и разговаривать. Новая методика помогает пациентам избежать стресса. Проводя исследование в спокойной обстановке, врач более тщательно может провести обследование без причинения дискомфорта пациенту. Пациентка медикаментозного сона спит во время исследования. Все. Исследование закончили. Также латкаринские специалисты отмечают, что провести исследование можно и без медикаментозного сна. Опытные врачи сделают процедуру максимально комфортной для пациента. Также успокаивающе можно просто сделать препараты подкожно, внутримышечно, местно орошить полосы рта анестетиком, чтобы это было довольно-таки мягко и безболезненно. Еще один важный фактор успешного обследования – обслуживание и хранение самого медицинского оборудования, которое проникает в тело пациента. В Латкаринской больнице этому фактору уделяют особое значение. Значит, вот машина моечная. Фирма «Бандек» работает у нас уже пять лет. Выполняет очень хорошо свои функции. Она запрограммирована, и все, что положено, она сделает. Эндоскопическая мойка – тонкий механизм, который требует особого ухода, но и отдача от нее неоценимая. После того, как медики опускают туда аппарат, через 15-20 минут проходит полный цикл дезинфекции. Это облегчает труд средним персоналом, увеличивает проходимость. И, как всегда говорю я, она снимает тот человеческий фактор, который может быть. Пройдя обработку непосредственно на месте эндоскопии, проведя обработку в зоне первичной обработки, пройдя обработку в зоне чистой обработки и потом сюда. Уже как финальная стадия. Здесь происходит дезинфекция высокого уровня ДВУ. Благодаря таким передовым методикам исследование пищевода и желудка перестает быть чем-то страшным и опасным. Сегодня этот процесс – важный этап контроля за нормальным функционированием организма. Ведь болезнь легче предотвратить, чем лечить. Максим Морозов, Александр Тестов, Илья Назолин. Телеканал Откории. А это все новости на сегодня. Смотрите нас каждый понедельник, среду и субботу в 16 и 22.00 на телеканале МИР24. В студии была Яна Ромашкина. Всего доброго.